Минские соглашения Киев и Москва обвиняют друг друга в саботаже и уже давно понятно, что и пошаговость, и суть соглашения они видят по-разному. Так есть ли вообще шанс Минску быть выполненным? После горячей фазы войны на востоке Украины и самой кровавой его фазы – Иловайского котла в сентябре 2014-го и был подписан так называемый Минский протокол. Его еще называют первыми минскими договоренностями. Он состоял из 12 пунктов, первым из которых был о прекращении огня. Но устойчивого перемирия достичь не удалось. Дальше новые горячие точки – бои за каждый населенный пункт, Донецкий аэропорт и Дебальцево. И вот, под аккомпанемент этих боев, которые закончились отступлением украинской армии, был подписан так называемый Минск-2 в феврале 2015 года. Он назывался «Комплекс мер по выполнению минских соглашений». Над текстом более 15 часов работала «нормандская четверка» – лидеры Украины, России, Германии и Франции. И он детализировал положение первого Минска. Поэтому и получил название «вторых минских соглашений». Именно они являются главным документом в процессе мирного урегулирования на Донбассе. Почему же не выполняются, и в Украине до сих пор погибают и гражданские, и солдаты? Москва и Киев понимают минские соглашения по-разному. Например, в пункте 4 записано «в первый день после отвода начать диалог с модальности проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством». Если бы отведение войск состоялось в срок, то и выборы в Ордло должны были состояться 7 декабря 2014 года. Но ни отвода, ни выборов, ни последующих пунктов, как то амнистия и обмен всех на всех, не состоялось. Для Кремля минские соглашения – это идеальный документ, ведь в нем вообще не упоминается Россия, а только лишь отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Этот документ также не ратифицировал ни один парламент – ни украинский, ни российский. Но Россия провела этот документ через Совет Безопасности ООН, повысив его статус таким образом. Для Украины минские соглашения – проблема и головная боль, ведь и первые, и вторые были подписаны под давлением и на фоне чудовищных поражений украинской армии. Киев в них фигурирует и содержит невыгодную последовательность принуждения к миру. Ну, например, сначала выборы на неподконтрольных территориях под дулами автоматов, а только лишь потом контроль над границей. Ведь если выборы в Ордло записаны под пунктом 4, то контроль Украины над границей – пунктом под номером 9, после амнистии, обменов, восстановления гуманитарных связей, возобновления выплат и так далее. Но в Киеве минские соглашения признают – они хоть не идеальны, но другого пошагового плана на пути к миру нет. Хотя время от времени высшие должностные лица допускали выход из минского процесса, мол, Минск в существующем виде выполнить невозможно и нужно что-то менять. В Москве не соглашаются. Переговорщики по-разному определяют, кто такая эта сторона конфликта. Россия ею быть категорически не собирается, а Киев категорически против говорить напрямую с так называемыми республиками, считая их лишь оккупационными администрациями, зависящими от Кремля. Ну и кстати, прямые переговоры с республиками крайне непопулярны в украинском обществе, согласно социологии. Также по-разному в Киеве и Москве понимают последовательность выполнения пунктов минских соглашений. Украинские власти настаивают – сначала безопасность, прекращение огня и контроль за границей, потом политическая часть, выборы в Ордло по украинскому законодательству. В Москве хотят эти процессы синхронизировать. Получается, тупик и переговоры не продвигаются ни на шаг. Но тем не менее, самый главный вопрос будоражащий умы переговорщиков – а какой, собственно, должна стать Украина после того, как Минск будет реализован? Соглашения обязывают Украину провести конституционную реформу с ключевым элементом – децентрализацией. И в этой истории бывшие ЛДНР должны получить особый статус, закрепленный в Конституции, как записано в 11-м пункте соглашений. Украина сейчас действительно на завершающем этапе децентрализации. Закон об особом статусе принят, но не реализован. Москва же требует других изменений. Для нее внедрение оккупированных ею территорий назад в состав Украины означает влияние на политику Киева через эти самые отдельные районы Луганской и Донецкой областей. Это около 700 тысяч граждан, получивших российские паспорта. Эта раздача в Минские соглашения, кстати, не входила. Блиять главным образом Москва хочет на внешнюю политику страны. Но, однако, забывает, что Украина образца 2014 года и образца 2022 года – это две разные страны. Сегодняшняя Украина потеряла 14 тысяч своих граждан на Донбассе. А две трети граждан поддерживают курс на сближение с ЕС и НАТО, который, кстати, записан в Конституции как необратимый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова